Музыка Бокс один из самых зрелищных видов спорта. Он интересен всем. Особой остротой отличаются поединки на ближней дистанции. Валерий Петрович, а сложно вести ближний бой? В ближнем бою, в общем-то, три фазы можно различать. Вход в ближний бой – самая опасная фаза, ребята, потому что здесь можно получить встречный удар. А потом, собственно, сам ближний бой уже, когда боксеры сблизились на такую дистанцию, где можно носить боковые удары, удары снизу. Ну и потом, конечно, заключительная фаза – выйти именно, не получив здесь удара. Это тоже довольно опасная фаза. Труднее всего, конечно, дается вход в ближний бой. Вот, кстати, сейчас несколько раз удачно подошел к противнику, провел серию ударов по желатому. Вот все время в ближний бой, но все его входы почти прерываются клинчем, видите? Они обоюдный захват и ничего не получается. Потому что, очевидно, он слишком близко подходит к своему противнику и дает возможность ему где-то захватить руки и не дать ему боксировать в ближнем бою. Да, ну и с развитием, сам, видите, руку просунул, с развитием не торопится, дает возможность тому сближаться и захватывать. А может быть, просто не очень хорошо владеет этим ближним бой. Да, действительно, большинство советских боксеров пока уступают в искусстве ведения ближнего боя кубинским, корейским и американским спортсменам. Сближаясь с противником, они допускают много ошибок. Пропускают удары, часто промахиваются, прибегают к захватам или толкают противника. В чем же причина? Дело в том, что ближний бой в юношеских спортивных школах начинают изучать слишком поздно, когда боксер уже практически сформировался. Да и существующие программы далеко не совершенны. Фильм познакомит с современными представлениями об особенностях ближнего боя. Показательный учебно-тренировочный пирог поведет заслуженный тренер СССР Владимир Лавров. Сегодня мы начинаем изучение элементов ближнего боя, шаги в стороны, короткие удары и защиты от них. Итак, стойку ближнего боя вы уже знаете, это вам знакомо. Вот с нее и начнем. Это очень удобное положение для ведения ближнего боя. Самое удобное. Ему удобно, мне удобно так вести ближний бой. Наносить удары снизу, сбоку, защищаться. Но стоит мне сделать всего один шаг, и я сохраняю ту же самую стойку. Мне удобно боксировать и левой, и правой рукой. Ему неудобно боксировать правой рукой. Понимаете? То есть его рука выключена. У него фактически одна рука осталась. Если я, наоборот, делаю шаг в эту сторону, в эту сторону, раз, посмотрите, сделал шаг в сторону, у него выключена левая рука. Он боксировать может одной правой рукой. У меня в этот момент обе руки в рабочем положении. Ясно? Вот эти шаги, они очень важны, очень важны. В ближнем бою. Тот, кто их умеет хорошо делать, тот, как правило, хозяин положения. Пожалуй, лучшим боксером, который когда-либо делал боковые шаги, умел делать эти боковые шаги в ближнем бою, был Ласла Пап. Трехкратный олимпийский чемпион из Венгрии. Он эти шаги делал просто идеально. Шаг вправо. Раз. На место. Два. Так, шаг влево. Три. На место. Четыре. Еще вправо. Раз. На место. Два. Влево. Три. Четыре. Молодцы. Посмотрите, вот вы бьете правой снизу, раз, тяжесть на левой Бьете левой снизу, тяжесть на правой Бьете правой, тяжесть на левой ноге И снова тяжесть на правую ногу Боевая стойка Так, стойка ближнего боя Стойка ближнего боя, нет, 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 фронтально ко мне ставим Фронтально, фронтально, фронтально Так, и начали Раз, два, три, четыре. Нет, 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 ребята, не надо двигаться. На месте, посмотрите. Раз, два, три, четыре, на месте. Тяжело переносится только, и все. Вот, 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 хорошо. Вы должны будете сделать четыре шага вперед и нанести четыре удара. Посмотрите, вы наносите правой снизу. Раз, левой снизу, два. Три, четыре. Все время делаете под каждый, под каждый удар делаете маленький шаг. Ясно? И тяжесть тела переносит их ноги на ногу. Пошли вперед. Раз, два, три, четыре. Назад, назад. Раз, два, три, четыре. Ребята, сейчас отрабатываем одиночные короткие удары на снарядах. Удары по мешку. Время. Начинать обучение элементам ближнего боя следует уже в конце первого года тренировки. Прежде всего надо научить юношу лишь основным действиям, собранным в боевой стойке, шагам в сторону, коротким ударом и защитам подставками. Так, да, чтобы у тебя, чтобы у тебя смягчался удар, вот так, да. Уходи от ударов, вот так, да. Раз, вот так. Молодец. Молодец, хорошо. Хорошо. Раз, так, бей с этой рукой, с этой рукой, с этой рукой бей, боковой. Два, посмотрите. Раз, два, посмотрите. Раз, два. Раз, два. Не торопись, спокойно. Минимальное расстояние, присущее ближнему бою, должно стать привычным для нынчка. Близко, на ближней дистанции. Так. И наносить четыре удара. Два удара снизу в туловище и два боковых удара в голову. Темп приблизительно такой. Раз, два, три, четыре. Ясно? Не быстрее, чтобы ваш партнер успевал защищаться. Попробуйте, это не так просто. Приготовились. Не торопитесь. Начали. Раз, два, три, четыре. Вперед. Вперед. Так. Пошли. Раз, два, три, четыре. Прямолинейное продвижение вперед или назад необходимо сочетать с шагами в сторону. Стой. Посмотри. Пошел вперед. Раз, два, три. Понятно? Чтобы было, мощь была, это ближний бой. А когда ты стоишь, вот так, то и устойчиво. Вот так. А ты стал неустойчиво. Чуть-чуть подтолкнули тебя. Ихал вокруг. Тут уже все. Сулака на кулак. Так. Приготовились. Пошли. Так. На место. Опять. Стоп. Стоп. Посмотри внимательно. Ты идешь на меня. Я укажу вправо. И ты проходишь мимо меня. Ну и что? И ты ничего не можешь делать. Ты беспомощный. Ты идешь на меня. Я иду вправо, а ты идешь за мной. Вот правильно. Теперь ты можешь услышать. Ясно? А так ты просто сам себя выключаешь, когда ты идешь мимо меня. Пошел за мной. Вот так. Другой разговор. Марш! Так. Так. Хорошо. Молодец. Стоп. Ты уходишь на дальнюю дистанцию. Ты должен выходить вот здесь. В ближнем бою. Вот здесь. Не выходя из ближней дистанции. Оп. Так. Еще ближе за него. Иди за плечо ему. Сюда. За плечо. Оп. Вот так. Молодец. Еще. Оп. Вот так вот. Хорошо. Молодцы. Хорошо получилось. Ой, не забирайте. Не забирайте. На этапе разучивания ближнего боя юные боксеры должны работать на доверие друг другу и не наносить сильных ударов. Меня противник будет бить, а я буду улыбаться. Почему? Потому что бьет не сильно. И вот оба вы должны бить так. Понимаете? Когда вы будете доверять друг другу, то вы отработаете приемы ближнего боя, у вас они будут идти очень хорошо. А когда вы не доверяете, вы сразу напрягаетесь, зажимаетесь. И вместо отработки приемов, что получается? Получается и удар. Один бьет, другой закрылся и стоит. А нужно спокойно под ударами стоять раз, два. Ну пропустил, ну пропустил, ничего страшного. Понимаете? Ясно вам, да? То есть нужно доверять друг другу и бить так, как будто вы маленькую сестренку свою бьете. Чтобы она не заплакала. Ясно? Для прочного овладения элементами техники рекомендуется уделять ближнему бою 8-10 минут в конце каждого занятия. В дальнейшем должно происходить совершенствование техники и тактики ближнего боя. Даже если ты чемпион Советского Союза, все равно должен шлифовать элементы техники на всем протяжении многолетней подготовки. Для ударов в ближней дистанции характерна минимальная амплитуда движений, но большая частота. Элементы ближнего боя должны настойчиво доводиться до автоматизма в специальных тренировочных боях. В скоротечных ситуациях соревновательного боя раздумывать некогда. При любом сближении с противником надо действовать решительно. В зависимости от индивидуальных особенностей боксеров, на ближней дистанции можно вести бой двумя способами. Наносить отдельные удары по открытым местам, как это делает Елисеев, он слева. Или наносить серии ударов, как шановазы. Любой способ хорош, если он приносит успех. Особое значение на ближней дистанции приобретает расслабленность плечевого пояса и рук. Только она позволяет наносить короткие взрывные удары и мгновенно переключаться от ударов к защитам. По форме движений и амплитуде удары в ближнем бою отличаются от ударов на средней дистанции. Их путь значительно короче. Поэтому, развивая атаку в опасной близости от противника, надо обязательно применять попутные защиты. В противном случае даже на ближней дистанции можно получить сокрушительный удар. На ближней дистанции боксор постоянно находится в зоне ударов противника, которые быстро следуют один за другим. Здесь эффективны те защиты, которые можно выполнить быстро и которые позволяют предохраниться от ударов, наносимых обеими руками. Это комбинированные защиты подставками с шагами в сторону. В советской команде мастером ближнего боя является победитель Кубка мира Вячеслав Яновский. Он слева. Вы видите его финальный бой на чемпионате Советского Союза с боксером из Казахстана Эриком Пхакимовым. Если противник не избегает ближнего боя, а сам к нему стремится, то его можно останавливать встречными ударами и тут же делать шаг в сторону. А на выходе из ближнего боя доставать его ответными контрударами. Бой на ближней дистанции носит атлетический характер, требует от боксера хорошей специальной выносливости, стойкости и умелого расходования своих сил. Все это приносит заслуженную победу. На всех этапах подготовки боксер должен совершенствовать выход из ближнего боя. Выходить из ближнего боя можно несколькими эффективными способами. Шагом в сторону с ударами или нырком. Атакуемый боксер, находящийся в углу или у канатов ринга, должен уметь выходить из ближней дистанции, сочетая нырок с шагами в сторону. После совершенствования приемов на лапах надо обязательно закреплять их в упражнениях с партнером. Бой на ближней дистанции это очень сложная фаза боевых действий на ринге. Умело использовать все его составные части можно только в результате упорных ежедневных занятий. У Вячеслава Яновского хорошо получаются выходы шагами в сторону. Умело в сторону. У за свои ноги на ближней дистанции должны ставиться плотно и на всю стопу с тем чтобы сохранять большую устойчивость вот так выход шагами в сторону выглядит в соревновательном бою вход в ближний бой требует большого искусства поэтому тренеру надо настойчиво добиваться чистоты его исполнения входить в ближний бой также можно разными способами руки на месте например уклоном с шагом вперед сейчас тройка вход нырком освобождает руки боксера для нанесения ударов последовательность тренировки тоже в начале лапы затем упражнение с партнером входить в ближний бой удобно с подставкой левого предплечья на прямой удар правой в голову итак от умения вести бой именно на близней дистанции во многом зависит успех боксера об этом убедительно говорят результаты последних встреч наших и американских спортсменов левого предплечья на ненавиен Необходимым условием побед советских боксеров на соревнованиях самого высокого ранга является обязательное владение всеми приемами ближнего боя. Субтитры создавал DimaTorzok